Добрый день, дорогие телезрители! В эфире самая позитивная и добрая передача «Коншлаг» в прямом эфире. Выходные пролетели быстро и наступила новая рабочая неделя. Хотя до воскресенья остается каких-то два дня. Поэтому настраивайтесь на новую неделю, заряжайтесь хорошим настроением и позитивом. Ну и, конечно, будьте вместе с нами. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Напомню, что на календаре 18 декабря среда. Я с большим удовольствием хочу представить вам наших гостей в студии. Итак, встречаем Виталий Музыренко, заведующий отдела спорта и физической культуры. Миралэ Галиев, капитан команды, главный судья соревнований, Арман Шумбалин, тренер команды, Жаслан Хабибибуллин, председатель ассоциации футзала Западно-Казахстанской области, Жаслан Кинжигулов, представитель команды и вроде бы я всех назвала, никого не забыла. И Миралэ Галиев еще является и игроком профессионального клуба «Пайти-рек». Я рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Тема у нас довольно-таки, скажем, такая актуальна на сегодняшний день, потому что это действительно проблема, скажем, в том плане, что футбол играют все, все любят в основном, и дети, и взрослые в основном. И хотелось бы сначала, конечно, начать с того, Виталия Вячеславовича, такой вопрос общий. Вообще, каково вообще сейчас, скажем, развитие футбола, футзала на сегодняшний день у нас по Западно-Казахстанской области? В общем-то, уровень нашего футбола и футзала, в частности, на хорошем уровне в республике. Если говорить о детях, то у нас раньше 3-4 команды, которые занимали свои призовые места. Это Срым, Теректа, Жангала, Акжаик. То сейчас все районы и город подтянулись, команды очень серьезные, очень хорошие. По взрослым у нас, я очень рад, что создана команда профессиональная «Пайти-рек». Поэтому, в общем-то, развитие очень хорошее. Единственное, что не хватает спортивных залов, где играть в футзал. Потому что футзал – это игра именно в зимнее время в спортивных залах. И нам необходимы в нашей области хорошие спортивные арены. Спасибо. Давайте напомним нашим дорогим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям или пожеланиям, то вы можете их задать, дозвонившись к нам по номеру 28 58 69 или написать на номер ватсапа 837 264 15. Ну а теперь давайте познакомимся с другими участниками нашей передачи. Мы, пожалуйста, наверное, с вас начнем как председателя Ассоциации футзала Западно-Казахстанской области. И хотелось бы, чтобы вы нам рассказали вообще об истории создания вашего футзала, с чего все начиналось, какова сейчас, на сегодняшний день, какова ситуация. Добрый день, уважаемые друзья, любители спорта. Меня зовут Жасан Хабибуллин. Я являюсь президентом Ассоциации футзала. Ну, во-первых, пользуюсь случаем, хотел бы поздравить всех казахстанцев с прошедшим праздником, с Днем Независимости, пожелать всем здоровья, успехов, семейного благополучия, любителям спорта, спортивных достижений и успехов. Наша ассоциация, ассоциация футзала Западно-Казахстанской области, берет свое начало с 2015-2016 года, то есть сезон 2015-2016 год, была создана ассоциация. Мы занимаемся непосредственно популяризацией футзала в нашей области, в Западно-Казахстанской области, проводим чемпионаты среди любительских команд, среди взрослых команд, среди детских команд. Если в начале нашего пути, то есть 4-5 лет назад, у нас участвовало где-то порядка 30 команд, то в данный сезон, в нынешний сезон, количество участвующих команд достигло 56 команд. То есть это говорит о том, что футзал в нашей области развивается, популяризация его растет, то есть география расширяется, количество участников каждый год увеличивается. Помимо этого мы проводим также соревнования среди детей в летнее время, как Виталий Вячеславович объяснил, что футзал это футбол в зале, то есть в зимнее время, в осенне-зимний период люди, чтобы не мерзнуть на улице, они играют футбол в зале. Футзал, что еще сказать, ну, по Западно-Казахстанской области у нас участвуют, то есть все практически районы, Марат Советович сейчас объяснит, расскажет. Спасибо. Ну, конечно, безусловно, ведение здорового образа жизни приносит большую пользу для человека, и я бы хотела сейчас вам задать вопрос, Мирала, вот по поводу вашего, да, именно футбольного клуба. Расскажите, как вообще родилась идея вот составить футбольный клуб, Байтирек, с чего все начиналось, и тоже хотелось познать эту историю именно. Добрый день, спасибо вам за приглашение. Байтирек, создали его недавно, совсем в таком скоротечном времени, и турнир уже начался, мы вот стали участниками во время турнира. Все вот так вот быстро, позвонили, сказали, вот так вот собирается команда, нужны игроки, и давайте играть, в общем. Тренера пока нет, но есть игрок, который тренирует и играет. Тренеры сейчас вот после Нового года ищут тренера, хотят также пригласить легионеров. Команда хорошая, ребята хорошие, в основном молодежь. Вот, задачи такого нет, просто надо вот дать опыт, чтобы молодежь игралась, попрактиковалась и уже в дальнейшем, в следующей зонах уже выступала на хорошем уровне. И вот такая основная задача от руководства. В общем, ну, в основном руководство поддерживает, всегда с нами приходит, помогает, вот, и ждем помощи от облспорта. Ну вот, на ваш взгляд, да, опять-таки общий вопрос для всех, как грамотно выстроить работу, скажем, в футбольной команде, вот, среди игроков, вот? Ну, в футбольной команде, это же самый главный тренер, самый главный тренер, чтобы тренировки постоянные. У нас, вот... Насколько вы профессиональные, у вас тренеры работают в вашей команде, в вашем клубе? Сейчас у нас тренер, он игрок, он играет, у него тоже больше занят он игрой, и, а тренировать еще им надо, ну, то есть он разрывается, и играет, и тренирует. Как Виталий сейчас подметил, что у нас не хватает залов, у нас даже бывает иногда, что нам тренироваться негде в профессиональный клуб, хотя нам надо каждый день тренироваться. У нас бывает, что нет тренировок, например, нету зала свободного. Мы вот бываем иногда в одном зале тренемся, в другом, в третьем, бывает и нету тренировок, просто нету зала, потому что, ну, вот, занято все, вот так вот. У нас до тренировки тренер нужен, все, больше там ничего не надо, главное, желание. То есть одна из проблем – это просто отсутствие помещения. Да, отсутствие помещения тренера, да. Можно задавать, да, да. Как я говорила правильно. Что вы можете дополнить, дорогие тоже гости? Добрый день, уважаемые зрители. Хочу дополнить, что команда «Батирек» представляет Западный Казахстан, Западноказахстанскую область на чемпионате Республики Казахстан. Вот недавно были тоже игры с «Кайратом», с такими именитыми клубами. Поэтому хотел бы рассказать. Все игры проходят в СК «Урал», это поселок Деркул. И раз заговорили о Деркуле, хочу представить. Мы представляем команду «Целион», сам поселок Деркул. Географически из тех ребят команда собралась, кто проживает именно в поселке Деркул. Тоже участвуем в чемпионате. Команда была основана в 2017 году. Начали играть, участвовали в чемпионате со второй лиги. Сейчас в данный момент является «Целион» команда чемпионом второй лиги. И перешла в первую лигу. А какой возраст у вас? Возраст по условиям ассоциации, по регламенту. Это с 18 лет и уже неограниченно. Поэтому любой возраст может играть в футбол. Должны ли ребята, которые приходят к вам, иметь какие-то, скажем, базовые футбольные навыки? Да, базовые футбольные навыки обязательно. Потому что футзал играет не ногами, а головой, как говорится. Очень интересная игра. Поэтому ребятам нравится и все участвуют. Спасибо. Мы знаем, что уже прошло много турниров, где команда ваша принимала участие. И хотелось бы, чтобы вы тоже нам рассказали об этом, именно о самом, скажем, запомнившемся турнире. О своих достижениях тоже поделились с нашими телезрителями. Очень интересно было бы послушать. Давайте я допомню тогда, с вашего позволения. Меня зовут Мусин Марат. Я являюсь главным судьем соревнований текущего чемпионата по футзалу. Как Жасан Хадрыбайз Абайл, с каждым годом развитие футзала у нас идет. И если говорить о самом запоминающемся, то с каждым годом уровень чемпионата растет. И плотность команд увеличивается. И, на мой взгляд, у нас уже первая декада, то есть нашего чемпионата текущего, подходит к концу. Это, значит, первый круг. И вот я вам скажу, в этом году довольно-таки, если раньше в начале чемпионата у нас были какие-то свои фавориты определенные, которые, можно было бы сказать, что та или иная команда может занять призовое место или даже чемпионство, то на данный момент сейчас вот чемпионат у нас продолжается. Явно фаворита нет. То есть это говорит о том, что уровень футзала у нас растет, команды становятся конкурентоспособными. Вот, исходя из этого, можно даже и сказать, что вот команда Байтирек как раз-таки представляет эту команду игроки нашего чемпионата. И, на мой взгляд, что данный чемпионат, чекущий чемпионат, будет самым интересным, самым запоминающимся. Почему? Потому что эти игроки, которые представляют профессиональный клуб Байтирек, который играет в составе этой команды, Галиф Мирала, то этот же игрок, он еще и представляет любительскую команду Петра Юни. И все те игроки, которые играют в команде Байтирек, это все игроки наши, любительские. Они представляют любительские команды еще же. То есть ребята играют и в чемпионате РК по футзалу среди профессиональных команд. Они играют еще и в чемпионате ЗК по футзалу среди любительских команд. То есть у ребят настолько повышенная физическая нагрузка, что они играют в день по две игры, а то и бывает они в неделю проводят по две, по три игры. И тем самым наша широкая аудитория наблюдает за ребятами и в профессиональных командах, и в то же время в любительских. Поэтому для наших ребят, которые подрастают, молодое поколение, для них это тоже является стимулом, чтобы попасть в профессиональную команду в бакиле. Поэтому я думаю, что самый запоминающийся чемпионат это будет наш текущий сезон 2019-2020. Спасибо. Раслан, а как вы сами вообще попали в футбол? Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже в этой команде? Добрый вечер всем. Команду создали в 2014 году, все друзья, все работают в разных организациях, все просто... То есть объединяет вас и любовь только к футболу. То же самое, просто скинулись деньгами, взяли поле определенное время, в понедельник, в четверг, основное это 7 часов, с 7 до 9. Все друзья как бы начали играть. Играли вот до 2018 года, по сей день играем. В 2018 году у нас пришла идея как бы участвовать в футзале. Все собрались и начали подумать об этом. Я обратился к другу, Владимиру Анатольевичу, директора ТО «Элита». Попросил его. Он нам помог с залом, со всеми. Мы начали участвовать в чемпионате футзала «За колон». Мы в том году играли нам во второй лиге «Б». Это сначала, когда ты начинаешь в футзал играть, с самого начала начинаешь свой путь до первой лиги. В этом году мы еще раз начали участвовать. Наша команда в том году не последнее место. Всем понравилось. Начинаешь уже как бы искать игроков, даже выше уровня, которые в соседних командах играют, которые много лет уже играют. Хочешь как бы добиться лучшего результата, стремишься к этому, больше тренировок. Как вам удается совмещать, скажем, основную работу, тренировки? Для этого находишь время, мне так кажется. Главное – желание. Желание. У нас все друзья как бы доходят до того, что, например, одну тренировку когда пропускаешь, и уже думаешь, когда начнется тренировка следующего, когда ждешь понедельник, например. В четверг ты пропустил тренировку. То есть футбол – это для вас как неотъемлемая часть вашей жизни? Да, это как воздух, я бы сказал, это жизнь. Хотелось бы подметить то, что вот насчет залов, то, что их не хватает на самом деле. Все как бы залы арендованы, государственных залов, даже если они есть, они в основном арендованы. Хотелось бы, чтобы больше залов было в городе Уральск. Крытых, сейчас много рекламируют. И в городе Уральск, вот наших бизнесменов, всех спортсменов, вот как бы организаций, как бы чтобы они больше как бы к спорту молодежь подтягивали. Удвигали внимание. Вот, все, в принципе. Смотрите, сейчас хорошая там тенденция, да, я просто сейчас сижу, слушаю и анализирую. Вот вспоминая своих родителей, какие-то праздники, застолья, а сейчас там спортивная тенденция. Сейчас, наоборот, люди в выходные идут играть, заниматься спортом, своими детьми, да, вот, и тем самым футзал прекрасен. В футзал можно играть и зимой, и летом. Ну, разновидности, скажем, футбола, да, это футзал, мини-футбол. Есть мини-футзал даже. То есть, помимо того, что на баскетбольной площадке играют 3 на 3. Пляжный футбол, то есть, футбола разновидностей очень много, и охватить все, наверное, невозможно, но мы стараемся. Но все равно будем, потому что все проводится под эгидой облспорткомитета, детские соревнования, Аблано, конечно, там финансируют, ассоциация футбола, ассоциация футзала, вот, ну, люди работают, стараются. Нам нужно только от руководства небольшой помощи. Городу необходим многофункциональный манеж, где можно в зимний период футболистам тренироваться, где будет искусственный газон держать, футбольные площадки, само собой. Ну, я думаю, что мы к этому все равно придем, потому что сейчас очень много строится частных спортивных залов. Вот сейчас даже в районе Омеги заканчивает там строительство спортивного зала площадка 40 на 19,5. То есть туда мини-футбольная, более-менее влазит, конечно, маловато будет, но там и дети, и взрослые, я думаю, что будут участвовать, играть, когда особенно построят новый мост, и туда будет очень близко добраться. Потому что там правильно сказали, что у нас то один спортзал свободен, то другой, и люди ездят. Турниры, там необходимое время в спортивных залах, где дети и взрослые будут приходить в свое время и заниматься. Спасибо. Давайте сейчас застрим внимание на лед-экран, где мы видим фотографии ваши. Вот хотелось бы тоже, чтобы вы рассказали. Здесь вы, наверное, узнаете себя сейчас на этих фотографиях. На данный момент это мы в этом году проводили чемпионат по мини-футболу. В летнее время летний чемпионат по мини-футболу. Кстати, вот хочется отметить, что областной чемпионат, победитель этого чемпионата, потом ездил на чемпионат Казахстана среди любительских команд, называется ЛЛФ-лига любителей футбола под эгидой. Значит, сейчас настолько любительский мини-футбол, так скажем, любительский футбол развивается, что даже проводятся чемпионаты Европы среди любительских команд по мини-футболу. Чемпионат мира проводится. Это наши представители, вот так же вот Галиф, Миралыв, они сами участвовали в этих турнирах, я имею в виду в чемпионате Казахстана. А наша казахстанская команда, они являются чемпионами Европы по мини-футболу, участниками чемпионатов мира. Поэтому... Это хайрат? Не-не, хайрат среди профессионалов. А, то есть любительских? У нас среди любителей еще, да. Вот у нас, то есть, как бы, информация, да, для пищеварения, для наших предпринимателей, как раз, вот вы же говорите о проблемах спортивных комплексов. Поэтому, как бы, сейчас заниматься спортом, играть в футбол, играть в футзал, это становится модно. То есть поколение молодое, оно сейчас, как бы, ну, растет вот на этих турнирах. Сейчас у нас в чемпионате доходит до того, что любительские команды приглашают к себе легионеров, игроков с других команд, с других областей. Они им платят зарплаты, они им платят премиальные. Некоторые любительские команды даже приглашают к себе тренеров, которые отводят время для этого, находят, тренируют команды. Эти тренеры тоже получают зарплаты. То есть, я говорю, сейчас у нас уже идет все к тому, что любительские команды, они, может, даже не любительские, а полупрофессиональные. То есть, потому что там тоже идет вливание денег, вливание средств. И команды довольны, знаете, они сейчас вот с октября месяц, по март месяц. То есть, у нас такая своя футзальная жизнь идет. Люди, как бы, все поглощены, то есть, в эту атмосферу, да, в эти там футбольные, футзальные баталии. И очень-очень интересно. Представители, болельщики своих районов приходят на трибуны, там, с барабанами, с флагами, с какими-то своими кричалками, поддерживают свои команды районные. То есть, вот, кто, может быть, даже еще, может быть, не в курсе, или не знает, вот, мы сейчас пользуемся как раз и случаем. Мы хотим напомнить, что каждую субботу-воскресенье у нас с 10 часов до 21.00 проводятся игры. И поэтому всех любителей футзала, просто всех, кто неравнодушен к спорту, мы приглашаем на наши соревнования. Пусть приходят, смотрят, болеют, то есть, будут вместе с нами. Спортивный клуб «Арман», да? Да, спортивный клуб «Арман», я скажу, не пожалеют. Очень интересно, то есть, воочию, вживую наблюдать за градусами эмоций наших соревнований. То есть, я как поняла, все желающие могут, допустим, любители футбола, присоединиться к вам, прийти? Конечно, конечно, да, 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 создать свою команду, то есть, поучаствовать. То есть, двери наши, как бы, ну, открыты для всех, даже в наших турнирах принимают. С 18 лет? С 18 лет и старше. Ну, даже есть такие одаренные игроки, школьники 16 лет, но мы от них требуем разрешения родителей, то есть, в письменной форме, чтобы родители дали, потому что футзал, все равно, это контактный вид спорта, потому что где-то вдруг какая-нибудь травма, чтобы ушибы, ребята все равно еще, как бы, ну, физически еще не полностью сформировались. И поэтому все равно есть опасность, что игроки до 18 лет, они могут получить травму. Поэтому, как бы, только с разрешения родителей. Если родители будут не против, то, пожалуйста, добро пожаловать, они могут спокойно играть у нас. Спасибо, я бы хотела зачитать вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, а где проходит чемпионат по футзалу? Если там трибуны для болельщиков, не могли бы вы нам ответить на вопрос, какое вообще расписание игр? Как раз вот вы ответили, что можете еще дополнить? Можно, в принципе, добавить то, что есть инстаграм, он называется футзал ЗКО, можно туда подписаться. И все в четверг выходит расписание на субботу, субботу-воскресенье. Всех игр, какие команды, можно все следить там именно, за футзалом. Да, в наших социальных сетях. Также есть ютуб-канал, футзал ЗКО. Можно просмотреть матчи. Очень-очень редко в прямом эфире ребята работают очень серьезно и профессионально. Поэтому, кто желающий есть, такие футболисты или что-то. Ну, пожалуйста. И ютуб-канал, да, правильно сказали, инстаграм, фейсбук. Все это очень обширно, фотографии, видео, материалы. То есть поиграл и посмотрел себя на страны. Ну, что очень важно, когда после игры ты можешь себя посмотреть и свои ошибки сам, ну, увидеть ошибки и поработать над ними. А то мы, как правило, мячик закинул и играют. А там, что, как. А вот как раз ютуб-канал, пожалуйста, разбор. Разбор игры. Какие ошибки, что, как, как нужно работать на дальнейшем. Спасибо. Давайте ответим еще на один вопрос нашей телезрительницы. Скажите, пожалуйста, уважаемые профессионалы, а как заинтересовать своего ребенка спортом? Ведь не секрет, что сейчас во время, сейчас время компьютеров и гаджетов, свои дети все реже играют в коробках, во дворе. У меня, например, сын постоянно находится за компьютером или за телефоном, и я не могу, к сожалению, его выпроводить из дома, хотя бы он, чтобы, ну, побыл на свежем воздухе, поигрался в какие-то игры. Ну, это, собственно, ко мне больше вопрос. Ну, в системе образования очень много всевозможных пилотных проектов. Вот сейчас мы берем зиму, осень-зима, это национальная школьная лига по семи видам спорта, включая футзал. Каждая школа внутри себя проводит свои соревнования. То есть, если так вот брать там в масштабе, то это очень много народу. То есть, школьные соревнования, районные, городские и областные. Потом мы готовимся уже на республику, и дети выступают на республику. Ну, начать нужно с того, чтобы нужно хотя бы, если ребенок не хочет заниматься, надо его с папой прийти и посмотреть футбол. Футбол сам по себе завораживающая игра. А футзал на площадке, если ты сидишь на трибуне сверху, и ты как на шахматной доске все это видишь, это прекрасно. Ребенок раз-два придет силой, а третий раз он скажет, веди меня в секцию. А у нас очень много, ну, вот сейчас на сегодняшний день 8 частных школ занимаются дети, да, которые оплачивают. Но есть и футбольный клуб «Акжаик», в районах ездит США. То есть, работы непочатый край, тренера ждут, но все зависит от родителей. Ну, на ваш взгляд, чего нужно достичь, чтобы наша сборная добивалась всегда, скажем, хороших результатов на международной арене? И вот как вы считаете, все-таки достаточно у нас поставлена работа именно по подготовке, да, юных, скажем, футболистов? Ну, если в целом, конечно, нет. Ну, мы не будем лукавить, конечно, нет. Нужны хорошие тренерские кадры. Вот сейчас правильно там сказал Муралыч, что тренера нет, то есть у них играющий тренер. Играющий тренер 70% времени занимается собой, а 30% только командой. А должен быть профессиональный тренер. Это раз. Второе. Без инфраструктуры хоть чем занимайся, ничего не добьешься. Должна быть инфраструктура под это дело. Я опять говорю, там большой манеж, где и футболисты, и футзолисты, где будут заниматься. То есть для футбола зимой тоже нужно тренировки. То есть функционально сердечко должно работать как у ребенка, так и у взрослого. Поэтому здесь без инфраструктуры мы никуда не денемся. Создать инфраструктуру, создать команды, этой команде, там, байтерек хорошего плавания, но нужно еще зарплаты людям платить. Они же на голом энтузиазме. То есть это, ну, молодцы. Я хлопаю в ладоши. Правда, там ни разу на игре не было. Так складывается. У меня свои соревнования областные идут, детские, и я не могу попасть туда. Но команда замечательная, я считаю, что создана в нашей области, играла областной турнир, и команда вышла на республику. У нас в республике в командах, что в футболе, что в футзале, легионеров половина, наверное. А это чисто наши. Это, я считаю, мое мнение, это патриоты вообще там наши. Западного Казахстана и Казахстана в целом. Поэтому я думаю, что область, областное руководство немножко к нам развернется, и все будет прекрасно. То есть вы пришли сегодня к нам на программу с этой целью, чтобы призвать попольше. Нет, ну я понимаю, что не хватает финансирования, я все понимаю. Ну, бюджет облспорта растет. Может, где-то надо чуть-чуть развернуть в сторону инфраструктуры, строительства. Должно быть строительство. В городе нет стадионов. Мы сейчас говорим о футзале, а вот самое элементарное. Стадионов нет для футбола. Сейчас 2-3 стадиона построй, и также будет там как минимум 20-30 команд играть в областном турнире. Вот эти все ребята, они перейдут летом на большой футбол придут. Создадут свои команды и также будут играть. Спасибо. Давайте сейчас буквально прервемся на несколько минут на музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие друзья, призываю вас быть активными. Не забывайте к нам звонить, подключаться во время прямого эфира на номер 28 58 69 и номер ватсапа 837 264 15. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, призываю вас быть активными. Дорогие друзья, призываю вас быть активными. Дорогие друзья, призываю вас активными. Дорогие друзья, призываю вас активными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Телезритель задал вопрос именно про команду АТС То есть аббревиатура расшифровывается как Азия Техстрой Это строительная компания, которая в свое время выставляла команду под названием АТС В чемпионате города по большому футболу она участвовала и в чемпионате ЗКО по футзалу Она является чемпионом 2013-2014 года, если не ошибаюсь И чемпионом Западно-Казахстанской области по футзалу 2015-2016 года В данный момент эта компания уже не существует, так как компании бывает такое в жизни То есть создаются, потом они прекращают свое существование Но пользуясь случаем хотелось бы мы, вот Галиев Мирал, Мусин Марат И я непосредственно играли в составе этой команды И пользуясь случаем хотелось бы выразить свою благодарность, нашу благодарность именно директору Этого строительной компании Азии Техстрой, Олимбетову Армату Жайдлавовичу За то, что он внес неоценимый вклад в развитие футбола, футзала То есть помогал ребятам, создал команду, собрал команду И эта команда на протяжении 4-5 сезонов активно участвовала И не просто активно участвовала, она являлась победителем, как он пишет Легендарная команда действительно То есть эта команда в любительском футболе и футзале завевала все возможные титулы Но так сложилось, что в данный момент эта команда прекратила свое существование Но хочется надеяться, что эта команда, то есть что у Армата Жайдлавовича дела пойдут в горы Чего мы ему желаем И что он все-таки соберет опять тех же игроков легендарных, как Мирала И создаст еще раз команду Хочется, можно добавлю, да, я по поводу Ну, это все так говорится на грустной ноте, что вот было, оно существовало Поэтому как бы, ну, она же жизнь продолжается То есть вот Жасан Хабибуллин там у нас был в месяц мирования капитанными командами Это были раздельцы в строй Там я и эту команду мы, ну, как бы, по-своему тренировали Сейчас просто мы с Жасан Хадарбайчем выбрали немножко другое направление Вот мы сейчас занимаемся развитием футзала, поэтому, как бы, ну, я думаю, что мы, наоборот, мы не остановились То есть если раньше у нас была футзальная команда, то сейчас у нас этих команд 56 в нашем чемпионате Это тоже все наши команды, ну, мы за всех переживаем И поэтому, как бы, ну, если мы раньше играли, то сейчас мы развиваем этот вид спорта То есть и даже если, например, команды этой нету, лазите в строй То все те игроки, которые там ранее играли, все они продолжают играть просто в разных командах Ну, в этой жизни так бывает, что команды тоже, они не всегда же одной командой играют, да? На протяжении всей жизни, например, моя супруга, она, наоборот, даже радуется, что нашей команды этой нету Потому что у меня больше времени, да, потому что у меня, можно сказать, там, не то, чтобы большая часть Но много времени уходило как раз-таки на тренировочный процесс этой команды, да? Какие там разговоры всегда там о футболе, переживания Если там были у нас проигрыши или поражения, или где-то неудачи были, то я об этом сильно переживал Думал, звонки вон с Жасовым, с Мировой созванивались, как дальше будем, почему мы проиграли То есть за пределами стен был футбол, домой прихожу, тоже футбол, а сейчас как бы, ну, отдыхаем, можно так сказать То есть везде есть свои плюсы и минусы Да, 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 поэтому как бы, ну, все хорошо Спасибо Хотели бы дополнить? Ребята до сих пор пишут, звонят, допустим, может быть, соберемся, все равно они помнят, мечтают, ну, воспоминания остаются такие теплые Есть у нас телефонный звонок на линии Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире? Здравствуйте Добрый день, представьте, пожалуйста Меня зовут Мират Очень приятно Я, получается, бывший, как бы, воспитанник Марата и Жасовна Хотел бы не вопрос задать, а вот просто поблагодарить этих людей за вклад в западную казахстанскую область в развитие футбола и футбола Получается, мы уже с 2013 года с ними как бы знакомы и они очень много дали для футбола и для футбола Поэтому хочется поблагодарить их и в их непростой работе просветания и всего наилучшего А также хотелось бы поблагодарить западный казахстан Продолжайте Увы, не договорил, но мы поняли Очень много, конечно, сейчас и сообщений пишут И уже вот телезрители активно стали подключаться, когда у нас остается мало времени до конца эфира Добрый день, хочу поблагодарить нашу федерацию мини-футбола за отличную организацию Особенно Жасовна и Марата Мусина Они отдают душу федерации мини-футбола западно-казахстанской области От Юза Юза, они поймут, кто это Юза Здравствуйте, очень приятно, что есть такие команды в нашем городе, занимаются спортом Большой пример для молодого поколения И хочется поддержать игроков и пожелать больших побед Есть у нас еще звонок на линии Алло, добрый день Алло Алло, добрый день Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Алия Очень приятно, Алия, слышать женский голос Значит, вас тоже заинтересовала наша тема? Да, ваша тема очень заинтересовала, так как вот у меня сын, ему 13 лет Он часто ходит в комплекс карман, посмотреть на игры Мне это нравится, то, что не гуляет, это не болтается А вот ходит и смотрит, его это заряжает, он очень хочет этим заниматься Но я вот думаю, 13 лет, не поздно ли ему? И хотелось бы узнать вам, можно ли записать его туда, куда посоветуют И хотелось бы поблагодарить молодых людей, что они занимаются спортом в такое время И заряжают тесто 13 лет вашему сыну? Да Если я не ослышала, 13 лет Спасибо вам за звонок, за ваши вопросы Питер в прямом эфире Никогда не поздно Есть много примеров в нашей команде Это вот и Марат, допустим, он изначально занимался борьбой В нашей команде есть ребята, кто вот скетболом занимались И вот 20 лет начинает скетбол играть И догоняют, и перегоняют даже ребят А вот вы сами когда начали заниматься? Скажите, пожалуйста, Арман Футболом Я тоже поздно начал Я футболом занимался в городе Октау, когда жил Занимались Тоже в то время был турнир Кожаный мяч всегда проводился Это дворовый футбол, можно сказать Все районы между собой участвовали Но потом Это были всесоюзные соревнования То есть кто хотел, участвовал в этом турнире Кожаный мяч тоже проводил свой чемпионат По всему в то время СССР когда был Но я начал где-то тоже поздно в 12-13 лет играть Ну, я скажу так, что, как говорит там В союзное время кожаный мяч Сейчас там был городок Также играют дети Я вам скажу больше В этом году Среди первых, вторых, третьих и четвертых классов Отдельно Чемпионат Казахстана Там был городок, он называется там Балдаурен Будет проходить в Уральске Так как в прошлом году из четырех возрастов Три, двое выиграли наши дети, школьники Причем двое, которые выиграли Это район, это Акжайский район Там Бетикская средняя школа И Подстепненская там Казахская школа Теректинский район И 21-я школа, там городская, заняла второе место И нам отдали этот весь возраст С 31 по 4 класс в Уральске Поэтому я думаю, что мы занимаемся правильным делом И кожаный мяч продолжается Он не остановился там ни разу Поэтому здорово Вот сейчас у нас школьная лига А с апреля начнется Балгородок И тоже с 1 по 11 класс 7 возрастов будут играть Мальчики, девочки Сейчас очень сильный такой Как скажем Вплеск такой, да, женского футбола Как девчонки играют в футбол С каким азартом Я даже смотрю на пацанов По-моему, пацаны немножко там по-менее азарт Девочки, вот мы проводили недавно Третий класс городские соревнования Ну, тоже футзал Как они играют Как они отдаются игре Сказать это Ну, мы знаем, что у девчонок спорт Так скажем, результат достигается Быстрее, чем у мальчиков Ну, там только потому, что у мальчиков Там конкуренция выше И девчонка Там быстрее взрослеет И она понимает быстрее То есть с ней общение Я когда-то был женским тренером Просто там два слова сказал А парню будешь целый день говорить Чтобы ему там в голову вдолбить А девчонка понимает быстро И вот благодаря этому Сейчас вот у нас Там Куденко Алексей Который занимается женским футболом конкретно Ну, помимо него еще есть Представители очень много Спасибо, Виталий Вячеславович И у нас остается еще две минуты До окончания эфира Хотелось бы, конечно, в заключение Услышать ваши пожелания Всем нашим телезрителям Но я и не успела задать вопрос Хотела бы и о судейском составе Тоже поинтересоваться Именно, кто обслуживает Ваши соревнования Квалифицированные судьи обслуживают Мы их привлекаем Они продолжают работать Совместно с Федерацией футбола Мы с ними работаем Приглашаем судей Все квалифицированные судьи у нас И также мы приглашаем Судьи из команд Им тоже предоставляем игры То есть Приглашаем к себе команду То есть у нас и квалифицированные судьи И судьи-любители тоже Все в зависимости от уровня лиги Высшую лигу Квалифицированные судьи обслуживают Есть у нас лига Лига служащих Там у нас обслуживают любители Мы приглашаем То есть даем практику В этом плане все хорошо Ну какие будут ваши пожелания Может быть всем своим канатам Спасибо за приглашение То что мы смогли затронуть Эту тему футзала Потому что футзал Я еще раз повторюсь Это жизнь на данный момент В нашей области Самый масштабный чемпионат У нас в области идет Занимайтесь футзалом Играйте в футзал Стремитесь к победе Ну и вообще в жизни Старайтесь везде побеждать Благодарю Да правильно Занимайтесь спортом всегда Будьте готовы Всегда физически будьте готовы Вот я быстро расскажу Мы вот играли за команду ВАР В прошлом году Мы выиграли один турнир Нас отправили на Лигу чемпионов Ну как За то что мы выиграли Мы смотрели на Хайрат На Барселону там И сидели мечтали Просто думали Мы когда-нибудь сыграть Надо мечтать и верить Надо быть готовым сам физически Так получилось Что мы в этом году Играем против Хайрата Сами Ну так вот Быть всегда физически готовым Заниматься спортом И верить в себя Спасибо Жаслам Вы сегодня были не многословны Хотелось бы вам в заключении Тоже предоставить слово Желание Трудиться В нашем спорте Больше тренировок Стремления Была цель Достигать ее Добиваться Вырывать Фудзале так Спасибо Увы мне сообщают Что время нашего эфира Истекло Поэтому хочется поблагодарить вас В первую очередь За участие в нашей программе Да вы правы Действительно Настойчивость и воля к победе Это два главных фактора успеха Поэтому не останавливайтесь На достигнутом Мечтайте Ставьте перед собой цели Достигайте их И только вперед Удачи вам во всем Будьте всегда полны Силы и энтузиазма Хорошего всем настроения И оптимизма Встретимся мы с вами завтра В это же время На телеканале Акшеник До свидания